Разработка армейского ракетного комплекса АК началась в 1973 году. Новая ракета должна была заменить устаревший комплекс СКАД. Время выдвигало новые требования, и СКАД им не соответствовал. Низкая точность попадания и долгое время подготовки к пуску не устраивали советское руководство. Кроме того, СКАД заправлялся жидким токсичным топливом. Обслуживать комплекс приходилось в специальных защитных костюмах. И в жаркую погоду ракетчики просто падали в обморок. В начале 70-х стало ясно, современная тактическая ракета должна быть не только быстрой, мощной и точной, но и незаметной. Главным недостатком СКАДа стало полное отсутствие средств преодоления противоракетной обороны потенциального противника. Но все-таки требования вырастали со стороны военных, и поэтому была поставлена задача создать комплекс на замену этого ракетного комплекса. Я имею в виду, это прежде всего, чтобы комплекс был, ну, естественно, мобильный, но мог преодолевать противоракетную оборону противника. Раз обладал бы лучшей точностью, это два, и обладал бы лучшими боевыми эксплуатационными характеристиками. А именно, меньшими временами было готовность, то есть подготовки и проведение пуска. Паук – существо, умеющее действовать скрытно и эффективно. Новую ракету Советов американцы так и прозвали – «Спайдер». В 80-е годы русский паук опутал своими сетями почти всю Европу. Раньше тактические ракетные комплексы размещались на нескольких машинах, и это их сильно демаскировало. У «Аки» все разместилось на одном шасси – вычислительный комплекс, приборы привязки к местности, системы разведки и связи, отсек для расчета и, наконец, сама ракета. Комплекс готовился к старту за 15 минут, причем все время ракета находилась в горизонтальном положении. Ракета поднималась всего за 20 секунд до старта. На этих кадрах видно, как она уходит в сторону. Ракета не отклоняется от заданной траектории, она выходит на цель. Угол прицеливания «Аки» составлял целых 180 градусов, то есть при изменении задачи машину не нужно было разворачивать. Управлять запуском можно было как из машины, так и с выносного пульта управления. Ракета могла оснащаться головными частями с ядерным и с фугасным боевым зарядом. Скорость «Аки» в четыре раза превышала скорость звука. Она достигала высоты 120 километров. «Ака» получилась невероятно мобильной. Шасси не только обладала высокой скоростью и проходимостью. Ракетный комплекс мог плавать и без предварительной подготовки форсировать водные преграды. В паромах и мостах «Ака» не нуждалась. На дальние расстояния «Ака» без труда перевозилась самолетами военно-транспортной авиации, железнодорожным и морским транспортом. Но самое главное, «Ака» гарантированно преодолевала любую противоракетную оборону. Для всякой ракеты, имеющей специальную головную часть, в носовой части ставится радиодатчик для подрыва этой головной части. А для того, чтобы он работал, ему нужно иметь радиопрозрачный обтекатель. Так вот, если не принять специальных мер по закрытию этого обтекателя, то головная часть очень хорошо светится, заметно. Поэтому были разработаны специальные устройства, и до самого последнего момента эти устройства закрывали этот радиодатчик, сбрасывалось это устройство, происходило подрыва. На экранах локаторов «Аку» не видно. Новая тактическая ракета в одночасье отправила на свалку всю западноевропейскую систему ПРОП. Ее нужно было воссоздавать практически с нуля, а это требовало колоссальных затрат. Даже вот сегодняшний «Патриот» ПАК-3, так называемая модификация ПАК-3, он бы «Аку» не заметил. То есть он бы заметил и вел бы саму ракету до отделения. Дальше бы он голову потерял. В известной степени можно было вычислить район, куда она летит. Но дальше ведь для наведения зенитной ракеты нужно было бы все время видеть цель на локаторе. А если цель пропадала, то зенитный комплекс он начинал давать большие ошибки. Мобильная, точная, неуязвимая для ПРО, АК полностью соответствовала новейшей концепции ограниченной ядерной войны. С точки зрения США она была не менее опасна, чем стратегические ракеты. Решено было справиться со «Спайдером» дипломатическим путем. Советско-американским договором по сокращению ракет средней и малой дальности предусматривалось уничтожение ракет с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров. АК стреляла максимум на 400. Но в духе того времени на вещи предлагалось смотреть шире. Нельзя было отказывать новым американским друзьям. Даже попытки были на заседаниях со стороны отдельных личностей на этой пятерке заставить нас признать, что АК может летать на 500 километров. Когда категорически с этим мы не могли согласиться, и пытались убедить, что нельзя записывать АК такие характеристики, поскольку огромное количество людей, разработчиков, военных, знает, что она на 500 не летает. А максимальная дальность АК была 400 километров. Технические характеристики – упрямая вещь. И в итоге было решено вообще не указывать в договоре характеристики АК, а сами ракетные комплексы уничтожить. Ракеты вывозили под Алма-Ату, в Сары-Азек и там взрывали. К концу 1989-го АК в СССР не стало. Были уничтожены все имеющиеся 102 пусковые установки СС-23 и 200 ракет к ним. Лучшая в мире оперативно-тактическая ракета АК «Спайдер» легко преодолевала противоракетную оборону. Преодолеть инерцию нового мышления она оказалась не в силах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова